Субтитры сделал DimaTorzok С вами Иван и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу Вселенной мира Space Engine Друзья, давненько у нас не было серий по Space Engine И вообще у нас в нашей программе никогда не было серий про интересные объекты нашей Солнечной системы Да и не только нашей Солнечной системы Это объекты, которые вмиг могут уничтожить жизнь на Земле И могут посеять хаос на других планетах Это объекты под названием астероиды Да, друзья, сегодня в программе у нас астероиды Мы с вами рассмотрим три известных астероида, которые могут уничтожить человечество Кстати, возможно, один из них вам будет не знаком Потому что я искал его собрата Но расскажу вам попозже Досмотри видео до конца Ну а перед началом данного видео советую тебе подписаться на канал Поставить пальчик вверх и обязательно нажать на колокольчик Дабы не пропускать наши новые видео Итак, друзья, первый объект Я думаю, вам всем он знаком Это астероид под названием Апофис Вот он Такая вот каменная, железная, наверное, скорее всего, глыба Летающая в Солнечной системе Посмотри на ее формы Это же просто... Они... Меня вот, честно говоря, я смотрю на него И мне даже немножко становится не по себе Мне страшно Так, давай посмотрим диаметр этого монстра 531 метр Офигеть, обалдеть Масса, я тебе сейчас скажу Только не упади, пожалуйста По-моему, если я не ошибаюсь Масса его составляет 25 миллион тонн Это обалдеть Скорость его 30 километров в секунду Давай попробуем, я не знаю Опуститься на него Посмотреть на поверхность Конечно, поверхность здесь Тебе во многом сейчас напоминает поверхность Луны, да? Кстати, да, мы сейчас, по-моему, если я не ошибаюсь Практически находимся в поясе астероидов Давай сейчас посмотрим Почему бы нет Так, где наши орбиты? Вот наш Апофис И выбираем орбиты Так, сейчас я отдалюсь И посмотрим Посмотрим на пересечение Где он у нас сейчас находится Так, Солнце Это у нас орбита Меркурия Венера, Земля То есть мы сейчас практически находимся ближе всего к Венере Да, Венера будет смотреться с него очень хорошо Если иметь телескоп и стоять на Апофисе Правда, конечно, скорость его вращения большая Поэтому будет большая смена дня и ночи у тебя на нем Так, и посмотри Если смотреть внимательно Да, через какой-то промежуток времени У нас происходит пересечение орбиты Земли То есть довольно-таки опасное сближение, наверное, даже я бы назвал С Землей Сейчас вы спросите Что называется наиболее опасным астероидом? Это объекты с орбитой, допускающие приближение к Земле на опасное расстояние И имеющие большие размеры, чтобы был какой-то ущерб нанесен нашей планете Либо другим планетам Солнечной системы Объект считается опасным, если он пересекает орбиту Земли на расстоянии где-то 0,5-0,5 астрономических единиц Примерно 19,5 расстояний от Земли до Луны И диаметр, если превышает 100-150 метров, по-моему, если я не ошибаюсь Так, давайте вернемся к нашему Апофису Где наш Апофис? Я хочу пролететь еще вокруг него несколько раз Посмотреть его Посмотреть на эти ужасающие На ужасающую его структуру Посмотри Боже, это капец Ну, диаметр, да, его очень огромен Блин, если прикинуть 530 метров Это, наверное, где-то примерно 2 футбольных стадиона точно Поправьте в комментариях Возможно, даже 3 Так-с Давай попробуем еще раз опуститься на него И посмотрим Вот я хотел, кстати, посмотреть на Венеру Потому что мы сейчас ближе всего находимся к Венере Где наша Венера Так Венера А, вот она, да Вот она, прямо перед нами Боже, почему я не заметил Да, расстояние 0,16 астрономических единиц В принципе, мы довольно-таки близко находимся сейчас К Венерям Так, давай Наверное, можно ускорить время И посмотреть на кручение На вращение, вернее Нашего Апофиса Давай немножко отдалимся И можно посмотреть даже со стороны на этого монстра Блин Нет, ну согласись, он классный Так Теперь, я думаю Пришло время Переместиться на еще один такой интересный объект Так, поставим сейчас нормальное время Объект под названием Таутатис Так Таутатис Где он у нас? Подожди Вот он у нас Еще один интересный астероид И сейчас мы к нему перелетим Да Вот он Вот он, холодный астероид Так Его диаметр 4 километра 600 метров Ну вот это уже, конечно Глыба будет немножко пострашнее, я тебе скажу Чем Апофис Скорость Скорость Так Что у нас по скорости Здесь не написано, да, по-моему Но, насколько мне известно По-моему, скорость этого гиганта составляет 16 километров в секунду И вес его вообще просто Невероятный 50 триллионов тонн Это, ну, я не знаю С чем сравнить, блин Обнаружен, кстати, этот астероид Аж в 1934 году Вот Сближение с землей Его последнее, если я не ошибаюсь Было В 2004 году О, блин Красота, да Рассматривать этих монстров Это невероятно Давай немножко, наверное, ускорим время Посмотрим также его, наверное, кручение Почему бы нет Да Вот его вращение Это огромный кусок камня Просто Просто невероятный Если такая штуковина упадет На какой-нибудь материк На земле То, я думаю, человечество Немножко об этом Пожалеет 100% Это будет Немножко пострашнее Какой-нибудь Ядерной войны Или каких-нибудь Страшных вирусов Посмотри Интересная поверхность, да Интересная прорисовка Дай-ка я немножко замедлю Ну, состав, наверное, скорее всего Этого монстра Какой-нибудь Не знаю Наверное, возможно, железо Так, ну-ка, стой Какой-то песчаник непонятный Мне интересно знать Что вот за такие вот Желтоватые какие-то даже Да, скорее всего Серо-желтые Блин Желтоватым цветом, конечно, оно ошибка не отдает Но Интересный такой цвет Какие-то интересные отложения Возможно, может быть, какие-то соли Я не знаю, ребят Кстати, как говорят ученые В скором времени Вот этот монстр Навсегда Покинет Из-за Гравитационных Взаимодействий С планетами То есть Его просто Вышвырнет Так, подожди Дай-ка я посмотрю Сейчас На орбиты Где этот монстр В данное время У нас находится Так, подожди Дай-ка Давай Немножко Отдалимся Давай-давай Еще Да боже Тебе еще надо прибавить Времени Вот так Отлично Так Меркурий Венера-Земля Ну, в принципе Да, он сейчас Буквально в поясе Астероидов Там Откуда он И приходит Пришел к нам Когда-то Да, потому что Смотри Меркурий Венера-Земля Марс И уже Орбита Юпитера Да, то есть Пояс астероидов Ну, не знаю Если Вдруг По какой-то причине Он Выйдет На орбиту Прямо ровную Я не знаю Орбиту Нашей Земли То, блин Столкновение Будет Неизбежным Так, ну что ж Давайте посмотрим Еще один Интересный объект Объект Под названием FD 2009 Вернее 2009 FD Если быть Точнее Вот он По-моему Если я не ошибаюсь Этот астероид И сейчас Мы к нему Перелетим Сразу Обрати внимание Да, на что ты Сразу Посмотрел Это Двойной Астероид Да-да Это двойной Астероид Посмотри Невероятно Есть не только Двойные звезды Есть еще и Двойные астероиды Посмотри Две глыбы Так Диаметр Так Это у нас Астероид С215 А это 2009 Но не знаю Считается Что 2009 FD Это двойной астероид Ну как бы Два астероида Крутятся Друг 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 Рядом Так С2015 Его диаметр 88 метров Ну в принципе Он не такой страшный А 2009 Диаметром 136 метров Ну Это уже Немножко Да Пострашнее Стой Подожди-ка Так 88 метров Ну в принципе 2015 Можно приравнять К потенциально Опасному Представляешь Если эти два монстра Друг с другом Столкнутся И разлетятся В разные стороны Особенно если Это будет Сближение С орбитой Нашей Земли То Блин Я не знаю По какой-то причине Просто Вдруг Вот Какие-то Гравитационные силы Подействовали Они друг с другом Столкнулись Они сначала Летели мимо планеты А потом Столкнулись И один из них Направился В сторону Нашей Земли Ну как бы Да Нам тоже будет Не сдобровать Я тебе скажу Вообще Смотри Интересная такая форма Да Это спиннер Блин Нет Это реально спиннер Смотри Классно Ну-ка стой А если посмотреть Его сбоку Дай-ка Я его облечу Нет Я думал Он будет более плоским Тогда реально Это был бы спиннер Так А на что похоже У нас 2009 Так Подожди Дай-ка Я его переверну Это по-моему Подожди Это череп А вот Я скажу так Сразу Я вообще Искал Интересный Такой объект Тоже астероид Который пролетал Рядом с нами В 2009 Году Это 2009 ДТ Пролетал он Буквально в феврале И он Он очень похож На вот этот 2009 ФД Он похож Его размерами Формой В принципе Вот 2009 ДД Он Прям буквально Напоминал Череп Такие знаете Здесь два кратера Глаза И здесь как бы Челюсть Вот он Схож с ним В принципе Что можно сказать По этому монстру То этот монстр Пролетал По моему В 2015 Году 29 Октября На расстоянии От земли В 6 27 миллионов Километров И как говорят Ученые Что в 2063 Году Расстояние Будет Немножко Уже Меньшим По моему Аж В полтора Миллиона Километров Давай посмотрим Орбиту Я думаю Где сейчас Находится Данный монстр Так Блин Я по моему Стой Я не переключился Нет Хотя да Я переключился На орбиту Немножко Отдалимся Так Почему то Прорисовка Орбиты У нас Не состоялась Давай Выключим Еще раз Орбиты И включим Блин Ну Я не знаю По какой причине Сейчас это не работает Вообще Конечно Ты видел Там С Апофисом И По моему Таутатисом Да У нас Прорисовка Его Движение Была Отмечена Красным Цветом Ну Где он Сейчас Я так понимаю Так Подожди Давай Меркурий Венера Земля Марс То есть Он находится У нас Между Марсом И Землей Ближе Всего Конечно Сейчас Он склонен К орбите Марса Если бы Марс Был Вот прямо Здесь Напротив Нашего 2009 То В принципе С Этого Астероида Можно было бы Полюбоваться На Марс Стоя на нем И Блин Если бы У вас был Даже Не самый Сильный Телескоп Так Дай-ка Я перелечу На наш 2009 Да Очень обидно Конечно Я искал Очень долго 2009 ДД Блин Ребят Всем кому интересно Погуглите Посмотрите Вот такие Монстры Сегодняшней Нашей серии Друзья Думаю На этом Серию Пора Заканчивать Всем кому Понравилось Обязательно Пальчик вверх Подписываемся На канал Жмем колокольчик Дабы не пропускать Наши Новые серии По Space Engine Друзья Ну что ж И помните Друзья Космос И Вселенная Бесконечна И наши Путешествия В нем Только начинаются Впереди Нас ждет Много Увлекательных Интересных Серий И путешествий Во Вселенной Всем пока 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 Продолжение следует...